Вакцинация против кори не проводится лишь по медицинским показаниям беременным женщинам-лицам с онкогематологическими заболеваниями, иммунодефицитом, а также аллергикам на препараты кономицин, неомицин. Передает служба от центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Также не следует делать прививку в период респираторной инфекции. При обострении хронического заболевания тоже следует отказаться от вакцинации по медицинским показаниям. С таким заявлением на площадке службы центральных коммуникаций выступила заведующая кафедры детских инфекционных болезней Медицинского университета Астана, доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей квалификационной категории Динагуль Баешева. Также эксперт сообщила, что среди тех, кто получил вакцину против кори, могут заболеть от 2,5 до 4% людей. Когда не было этой вакцины, фиксировалась высокая смертность среди детей. По данным ВОЗ, имеются доказательства, что именно корь является смертоносной. Поэтому мы должны уделять больше внимания детям. Корь поражает все тело ребенка, легкие, печень, почки, сердце. А ее осложнения разрушают весь иммунитет. Даже простой грипп или бактериальное заболевание после кори проходят в очень высокой степени. Ну и еще одна опасная ситуация – это повреждение головного мозга человека. Последствия могут длиться до 20 лет. Сейчас врачи это видят, дети поступают в плохом состоянии. Часто родители недооценивают болезни, просто оставляют больного ребенка дома. Поэтому не стоит лишать ребенка права на здоровье, чтобы не попасть в такую ситуацию. Давайте возьмем на себя ответственность за это и родители, и врачи.